Надо, наверное, аккуратно ввести обозначение, что есть событие А, что есть событие В и Д. Ну вот здесь вроде бы видно, что такое А и что такое В и Д, не так ли? Видно. А это студент умел решать задачу, очевидно. Вот это вот событие А. Ну, давайте считать, что правильный ответ это событие В1. Как вы думаете, что тогда такое В2? Не умеет. Что? Нет. Почему? Почему не умеет? А, это студент умел решать. А В и Д, они образуют разбиение всех на всевозможные случаи, всех моментальных исходов. Но неправильный ответ это В2. Ну, наверное, В2 это неправильный ответ, да. Так. Слушайте, мне что-то это не нравится. Честно говоря. А что, легко посчитать вероятность В1, что был получен правильный ответ? А, так я неправильно пишу. Почему же это А при условии В1? Да я вам глупость сказал. А вы скушали. Но виноват. Иногда говорю глупости. Если мы хотим применить формулу Байриса, конечно, мы должны считать, что слева стоит какое-то В, а справа А. А, извините. Извините. Конечно, вот это вот В1. И вы, в общем, правильно сказали, что В2 это студент не умел решать. А я вас только сбил. Виноват. А вот это вот А. Ну, казалось бы, после этого понятно, что такое В2. Действительно, студент не умел решать. Подставляем вот сюда и что-то получаем. Ну, давайте получим. Вероятность того, что случится условие, что студент не умел решать задачу, это будет вероятность В. Да, вот это вот просто В1. Это вероятность В. Это правильно. Да. А, это такая. Это одна карта. А, нет. Правильно. Правильно. То есть это так В плюс одна карта будет. Нет. Понял? Ну, вот смотрите на формулу, да? У него есть числитель, есть знаменатель. Значит, надо и числитель написать, и знаменатель. Но в числителе, да, стоит какое-то одно число, а в знаменателе это сумма. Да, слушай. Ну, ПА при условии ВИТ, ну, в этом случае получается единица. Вероятность В1 это П, правильно? Да. А вероятность А, то есть правильного ответа при условии В1, то есть что он умел решать задачу, это единица. Да. То есть числитель равен П, совершенно верно. Числитель в формуле ПАС равен П. П умножить на единицу. А вот в знаменателе стоит сумма двух слагаемых. Одно из которых, естественно, совпадает с числителем. И плюс П плюс П. Это просто П. Но к этому надо что прибавить? Плюс слагаемых. Нет, вы забываете про то, что надо еще понять, с какой вероятностью он не умел решать задачу. Вот это П2. 1 минус П. 1 минус П умножить на однокапные. Вот правильный ответ. Вот это. 1 минус П, что он не умел решать задачу. Ну, а раз он не умел решать, то он, конечно, получает правильный ответ с вероятностью однокапные. Ну, там можно привести к общему знаменателю, ка загнать наверх. Но мне не кажется, что это будет сильно лучше. Вот вполне нормальный ответ. Очень симпатичный. 1 минус П. Продолжение следует...